друзья привет только тихо меня уже все спят сейчас пол второго ночи я только что приехал с вокзала получал рыбку и сейчас мы вместе с вами и распакуем посмотрим кто к нам приехал вот такая вот друзья симпатичная коробочка я честно говоря вертел ее туда-сюда не мог понять откуда ее правильно вскрывать но решил все-таки перевернуть ее на бок и начать распаковочку вот отсюда тоже нам сегодня приехал так все правильно я сделал что открыл с этой стороны в общем друзья смотрите это у нас грелочка здесь она у нас плавает арабана вот еще одна рована друзья и должна быть где-то еще одна рована но я пока ее вы знаете не наблюдаю вижу 2 рована ну хорошо 2 так 2 пускай буду 2 значит для рованы у нас вот такие вот друзья красавицы вот такие вот красивые девочки здесь у нас две платистомы плавает это у нас цикла азу вот здесь у нас плавают тиреоплиты 10 штучек малышей а здесь у нас плавают плекостомусы альбиносы друзья точно и напоследок гвоздь программы друзья два полиптероса только я вот честно говоря не помню что это за полиптеросы друзья вся эта рыбка приехала ко мне на пробу я взял просто посмотреть качество рыбы как она будет кушать потому что я планирую заказывать рыбку напрямую из азии и вот хочется посмотреть качество рыбы ну честно говоря на первый взгляд вроде неплохо для сегодняшней рыбки я подготовил вот этот аквариум и сейчас мы займемся тем что будем всю рыбку осаживать вот ведро я подготовил и переводить на свою водичку первыми друзья у бедро ушли рованы посмотрите какие красавицы и сейчас не пересадим другую рыбку и и и и и и и и Теперь тереоплиты, друзья. 10 штук малышей, териков. Да, конечно, они вообще мелкие. Ну, так как я уже своих териков практически всех продал, а те, кто еще плавают в аквариуме, уже заказаны. Решил заказать себе еще десяток на подросток. Потому что эта рыба нужна в любом аквариуме с крупной рыбой, так как чистит стекла, очень даже хорошо чистит стекла. Ну и подъедает остатки корма, что немаловажно. Так, тереки у нас уже в ведре. Раванас, я вам скажу, очень прыгучие. Все пытаются выпрыгнуть из ведра, приходится постоянно водичку надбирать. Все рыба очень мелкая, друзья. И, ну что ж, будем ухаживать и растить новое поколение. Ну и, наконец, друзья, цихлы Азу. Я думал, их будет три, и будет три арованы. А приехало две арованы и пять цихл. Сейчас мы их тоже пересадим в пакет. Уберем еще немножко водички. И сейчас будем подливать свою воду. Значит, друзья, я вот только что наблюдал за поведением рыбы. И заметил такую фишку, что полиптерусы уже пытаются ухватить саму. Рыба достаточно хищная. И фактически все, что пролазит рот, это для них корм. Поэтому полиптерусов я посажу отдельно. А всю остальную рыбу мы посадим вместе вот в этот аквариум, друзья. Сейчас, по традиции, как я перевожу рыбу на свою водичку, я буду брать воду из этого аквариума и потихоньку доливать в ведро с рыбкой. Когда рыбка немножко попривыкнет к нашей воде, мы ее пересадим уже в аквариум. Ну, процесс этот такой долгоиграющий. Это не минута, не две. Это где-то занимает у меня полчаса, может час, смотря какая рыбка. Так что, друзья, пока рыбка привыкает к новым условиям, я хочу вам рассказать вообще, для чего я сегодня заказал эту рыбу. Все дело в том, что я потихоньку продаю свою рыбу, оставляю себе только ту, которую хочу оставить уже как производителей, либо просто она мне нравится для красоты. Я планирую перевозить все свое хозяйство где-то в конце весны. И сами понимаете, что чем меньше будет рыбы, тем мне проще будет с этим всем переехать. Но дело в том, что я заказал всю эту рыбу на пробу. Я хочу работать напрямую с Азией, напрямую с Таиландом, с Индонезией, возможно, Польшей. И дело в том, что я хотел просто посмотреть, какого качества рыба оттуда приезжает. Фактически, эта рыба приехала буквально неделю назад из Индонезии. И мне просто интересно, что она собой представляет. Почему я вообще занимаюсь подростом рыбы, а не, например, взял малька и продал малька? Ну, друзья, все дело в том, что, смотрите, мне нравится ухаживать за рыбой, мне нравится наблюдать, как она подрастает, мне нравится вот этот весь процесс. И далеко не каждому он под силу. К примеру, у нас в Украине, из всех людей, которых я знаю, которые занимаются импортом, либо перепродажей рыбы из-за границы, уже в Украине непосредственно, практически ни у кого нет хороших условий для передержки этой рыбы. Очень многие люди обращаются ко мне с вопросом, почему я не продаю малька? Ну, все дело в том, что, чтобы заниматься мальком, продажей малька и так далее, его карантином, для этого нужно очень большие объемы. На сегодняшний день, как вы видите, все это хозяйство находится у меня дома, в квартире, грубо говоря. И, ну, вы представляете, это нужно выселить семью для того, чтобы просто все заставить аквариумами, что само по себе нереально, друзья. Но есть у меня в планах такие вещи. И вот почему я занимаюсь подростом крупной рыбы? Да потому что поднять мальканик далеко не каждому под силу. Дело в том, что, как я уже говорил, далеко не у каждого импортера, либо там, далеко не у каждой фирмы или человека, который занимается перепродажей рыбы в Украине, есть условия для того, чтобы передержать такую рыбу, к примеру, как цихл. Она очень чувствительна к аммиаку в воде. И, как правило, покупая эту рыбу в размере там 5, 7, 8 сантиметров, на самом деле ей уже много-много-много месяцев. И рыба априори уже подзатянут. Поэтому, друзья, когда покупаете вот такую рыбу, всегда спрашивайте, когда она заехала в Украину. И если продавец добросовестный, если у вас с ним хорошие отношения, возможно, он вам скажет правду. Я же покупаю эту рыбу прямо с колес. Я ее подращиваю для того, чтобы вы могли приобрести себе качественную, красивую, здоровую рыбу. Хоть у меня и небольшое хозяйство, но все оснащено так, что рыба получает 24 часа в сутки свежую воду. У нее хорошая система фильтрации. И у меня есть возможность кормить рыбу 2, 3 и даже 5 раз в сутки. Ну что ж, мальки немножко уже попривыкли, посидели, пока я тут с вами болтал. Давайте еще добавим немного воды в ведро. Каждый раз, добавляя воду в ведро, я добавляю где-то половину от той воды, которая находилась в ведре. И таким образом увеличиваю процентов на 50 свою воду. Потому что у меня в водопроводе вода очень сильно отличается от той воды, которая в других регионах. Там Харьков, Запорожье, Одесса, Винница, Западная Украина, Львов и так далее, Киев. Моя вода очень сильно отличается по параметрах. У меня очень завышены показатели карбонатной жесткости. И, кстати, скоро приедет оборудование и тесты. И мы с вами будем снимать обзоры на все это. И вы сами увидите, какие параметры воды. Ну, скажем, если рыба еще такие параметры переносит и, в принципе, она может не жить и живет, то для растений эта вода просто как растворитель. И вот вам, друзья, небольшой момент. Доказательство своих слов о том, что продавцы в Украине продают не всегда качественную рыбу. Далеко не всегда, кстати. Хочу вам показать вот несколько моментов. Я время от времени закупаю рыбу у местных продавцов для того, чтобы понимать, какого она качества. И вот, посмотрите, друзья, вот это вот цихла Келбери. Чтобы вы понимали, этой рыбе месяцев 5 отроду. И она всего сантиметров 10. Посмотрите на ее окрас, на то, как она двигается и вообще, как она себя ведет. Я думаю, вы понимаете, что это ненормально. Во-первых, для такого возраста. Во-вторых, для этой рыбы вообще посмотрите просто, на что она похожа. Ну и в верхнем углу спряталась еще одна цихла. К сожалению, вот там вот в углу. Если вы увидите, не знаю, там достаточно темно. Вот еще одна цихла. Выглядит она лучше и она кушается аппетитом. Но, друзья мои, рыба не растет. И у меня сложилось такое впечатление, что эта рыба вообще слепая. Почему это происходит? Почему цихлы, попадая к нам в аквариум, отказываются кушать, ведут себя вот таким образом, слепнут, или просто достигая размера 12-15 сантиметров, без ведомых на то причин, умирает? Да все, друзья, потому что человек, который передерживал эту рыбу перед продажей вам, он ее содержал в ненадлежащих условиях. И рыбка получила отравление аммиаком. Поэтому перед покупкой рыбы настоятельно рекомендую проверять своего продавца и проверять качество рыбы у него. Вот вам для примера рыба одного возраста с той келбери, которую я вам только что показывал. Вот, посмотрите, друзья. Рыбка уже больше 20 сантиметров. И, если вы заметили, то выглядит гораздо лучше. И по поведению, и по аппетиту, и, конечно же, по окрасу. Что ж, друзья, перед тем, как пересадить нашу рыбку в аквариум, мы сейчас немножко уберем водички из этого бедра, дольем еще, подождем еще минут 15-20. Ну, фактически, уже пока я с вами болтал, для вас-то будет там, может, 5, может, 7 минут видео, а для меня уже прошло больше час, наверное. Поэтому, сейчас мы отбираем немножко водички, добавляем еще в ведро, ждем минут 15-20 и пересаживаем нашу рыбку в аквариум. Повторюсь еще раз, друзья, что за последнее время я получил очень много звонков с вопросами, почему с моей циклой происходит что-то вот такое. То есть, ну, происходит то, чего, в принципе, быть не должно. Так вот, друзья мои, я вам только что ответил на все ваши вопросы. И в будущем, если вы будете меня спрашивать в социальных сетях и так далее, я буду вам отвечать ссылкой на это видео, для того, чтобы вы понимали разницу между хорошей, здоровой и качественной рыбой, и между тем, что вам уже прислали, грубо говоря, затянутую и убитую нитратами рыбу. Как видите, друзья, никаких высоких технологий, все делается кружкой, обычным шлангом и на коленках, на узорчатом ковре, в общем. Ну, пока что так. Других условий у меня на сегодняшний день нет, но, вы знаете, я за последних два года, вот пока занимаюсь уже так более серьезно всей этой рыбой, за последних два года я настолько пропитался любовью к этому всему делу, что все-таки решил построить отдельное хозяйство, чтобы это было не вне дома, чтобы это было отдельное помещение с отдельным отоплением. И, в общем, ну, планы грандиозные, даст Бог сил, и ваша поддержка, и с помощью вашей поддержки, я думаю, у меня получится, и я думаю, построим много-много аквариумов, мы с вами вместе будем нерестить эту рыбку всю, и я думаю, все у нас получится и будет круто. В качестве поддержки поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, и если вы еще до сих пор не подписаны в социальных сетях, таких как Инстаграм или Фейсбук, обязательно заходите и подписывайтесь на обновления, потому что социальные сети я обновляю практически ежедневно, бывает по несколько раз на день, и вы сможете более детально посмотреть о жизни всей моей рыбки, посмотреть на то, чем я занимаюсь, помимо там рыбы и так далее, то есть склейкой аквариумов, монтажом сампов и тому подобных вещей. Так что не забывайте заходить в Фейсбук и Инстаграм. Все ссылки вы найдете в описании канала. Что ж, друзья, рыбка в аквариуме, все хорошо себя чувствуют, я смотрю, что ни у кого нет шока, цихлы живенько так плавают, ну, правда, конечно, худенькие они капитально, сейчас попробую их поймать в объектив. Цихлы худенькие, но мы их откормим с вами вместе, друзья мои. Главное, что вся рыба активная, хорошо себя чувствует, самые, я смотрю, уже, ну, правда, они там на задней стенке, их не совсем видно, вот, но они уже принялись за зачистку стекол, так что я думаю, что все будет хорошо. Кстати, да, вот еще покажу вам тройку плекастомусов, смотрите, они как вот с очка выплыли, все трое кучкой, так все трое и сидят. И причем уже, видите, уже реально принялись за зачистку дна. Ну, пускай работают, на то они сюда и приехали. В общем, друзья, рыбкой я доволен, пока что мне все нравится, цихлы живенькие, хорошие, ну, что по-самам, пока ничего не скажешь, плотистомы, смотрю, плавают, все нормально, рованы тоже не потрепанные, и достаточно крупненькие, там не по 4 сантиметра, а уже сантиметров 10-12. Цихлы резвенькие, самые уже чистят дно. Ну, полиптерусы, полиптерусов, к сожалению, я вам не покажу, потому что там в аквариуме, где они сидят, достаточно темно, но, смотрю, тоже плавают, так что все будет хорошо. Ждите новых выпусков, следите за обновлениями, следите за тем, как эта вся рыбка будет подрастать. Ну, а я желаю вам всем добра, удачи и здоровья вам и вашим питомцам. С вами был Андрей Зубкевич, всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!